В следующем слайде есть мой email, и также приглашаю на форум Marketing People, там можете тоже задать свои вопросы, либо написать письмо, и я, конечно же, отвечу, либо мы все вместе на форуме найдем ответ на тот вопрос, который, возможно, у вас будет. Немножко такой антинаучный подход, без различных теоретических выкладок, и непосредственно то, что я делал очень много раз, но, правда, последние два года у меня такой практики не было, но я не думаю, что что-то там изменилось в малом бизнесе, чтобы начинать можно было как-то иначе. В чем проблема? Я сейчас растерялся и не могу найти, как переключить мне слайд на презентации. секунду, не вижу я, ага, вот, значит, проблема бульданного осла, я надеюсь, вы знаете, что это такое, но если нет, значит, поищите, а сами в интернете, я не буду ее озвучивать. И для меня для вас плохая новость, что простого ответа все-таки вы не найдете. Я надеюсь, вы к этому были готовы. О чем проблема бульданного осла? О детерминизме. В частности, применительно к нашему случаю это научный детерминизм, который говорит о том, что процессы, происходящие в той или иной области знаний или в той или иной дисциплине взаимосвязаны. Не бывает такого, что одно существует без другого или вытекает ниоткуда. Точно так же можно говорить о том, что если не формализованы, не описаны процессы маркетинга в компании, то это не означает, что их не существует вовсе. Просто вы их не замечаете в силу каких-то причин. Но вернемся к нашему вопросу. Что такое маркетинг в моем бизнесе, как его настроить? Немного истории все-таки коснемся. Изначально маркетинг как дисциплина, как область знаний, она появилась даже не из рекламы. Она появилась из того, что Джеймс Каллитон в 1800 каком-то году, уже конец XIX века, даже начало XX века, это профессор университета Иллинойс, он написал чудесную книжку «Механизмы торговли», как же она называлась, «Механика» и «Забыл», «Обрывалка». Но не важно. В общем, книга говорилась в этой книге о распределительной логистике. И если вы помните фильмы, вестерны, в основном американские фильмы о том времени, это всегда встречался такой персонаж, не всегда, но очень часто, как «Каме-вояжок». Вот оттуда, вот именно вот этот момент, тоже фильм наш советский, это «Человек с бульвара Капуцинов», где Андрей Миронов играл популяризатора кино, вот он выполнял эту самую функцию «Каме-вояжок». Вот отсюда, и начиная с этой книги, можно сказать, началась формализация дисциплины, которая называется сегодня «Маркетинг». И уже потом, уже потом, конечно, появились рекламные различные концепции. И конец, начало 20 века, это страшные трансформации, нестабильность в Европе позволило собраться в США, в первую очередь, очень большому количеству специалистов по поведенческой психологии, по социальной антропологии. Тот же самый Дэвид Угилов, патриарх рекламы, он был в первую очередь, конечно, специалистом по поведенческой психологии, психологом, только уже потом он стал рекламистом. То есть, можно сказать, что «Маркетинг» по большому счету вырос из торговли, из продаж. Ну вот, представьте себе, что вы работаете, ваша компания работает в мире, в котором запрещена реклама вообще. Вот любая. Вот здесь вы видите городок Сан-Паулу в Бразилии, это столица одной минной провинции, где как раз запрещена любая реклама, наружная я имею в виду. То есть, там нет ни баннеров, нет витрин соответствующих оформленных, ни на транспорте, и даже запрещена раздача флэеров. Видите, на этой картинке такой удручающий пейзаж. Ну и можно сказать еще сюда же, представьте себе, что и продажи по телефону запрещены. Вы не можете позвонить, взять там список каких-то потенциальных клиентов, и начинать их обзванивать с попыткой предложить свои услуги и свой товар. Вот запрещено. Перед нами стоит задача, каким-то образом вам нужно все-таки работать. Нужно все-таки делать продажи, нужно поднимать фирму, и нужно настраивать маркетинг. И что может к вам прийти в голову первым? Ну, я так подозреваю, что, наверное, вы обратите внимание, в первую очередь на тех людей, которые у вас уже есть. То есть на тех клиентов, которые у вас уже покупают. Это первое, что вы будете делать. Чтобы они купили больше, покупали чаще, обращались к вам в компанию чаще, чтобы они влюбились в вас так, чтобы у них даже мысли не возникало о том, чтобы с вашей компанией, с вашим продуктом расстаться. Что еще можно предложить в мире без рекламы и в мире без телефонных продаж? Это, наверное, скорее всего, попытаться сделать так, чтобы ваши покупатели, ваши клиенты стали вас рекомендовать. Это второй немаловажный момент, который вам придется задействовать. Это так называемое пресловутое сарафанное радио. Несмотря на то, что тема несколько отошла на второй план в связи с успехами интернет-маркетинга, но так или иначе, без вот этого момента вы не сможете дальше развиваться, не сможете увеличивать свои продажи и наращивать свою клиентскую базу. Что еще можно сделать в такой ситуации, когда у вас мир без рекламы? В первую очередь, конечно, это офис или место продажи, где вы совершаете свои сделки, куда вы приглашаете клиентов и персонал, чтобы общение ваших клиентов с персоналом отвечало всем тем предыдущим задачам, которые вам придется решать. Обратите внимание на офис. Офис – это я имею в виду, может быть, это магазин, это может быть любое место продажи, которое вы используете. Как разговаривают люди, и вот этот вот пункт, третий пункт офиса персонал, конечно же, я думаю, вы дойдете до того, что персонал не сможет разговаривать с вашими клиентами настолько хорошо, чтобы они вас любили, если он сам не будет верить в то, что эта фирма должна существовать, этот продукт очень хороший, если персонал не будет уважать руководство или владельца этого бизнеса. То есть это уже такой вопрос внутренних коммуникаций, как научным языком говоря. Вот это и есть то, что ныне называется маркетинг B2E. Оно называлось всегда так, но эта область несколько, скажем так, подзабыта, на нее мало обращать внимания. И, готовясь к этой лекции, я немного посмотрел различные ресурсы, посвященные маркетингу B2E. Я не нашел там ничего, что бы могло описать действительно вот этот механизм работы. Поэтому несколько слов я скажу. В принципе, ничем маркетинг B2E от любого другого B2B или B2C или B2G не отличается. То есть он строится на всех тех же самых принципах. У вас есть некий продукт, какая-то идея, например, персонал. Обучить персонал работать с клиентом. Вам нужно эту идею в первую очередь продать самому персоналу, а не в приказном порядке загнать их на какой-то тренинг, пригласить какого-то лектора. Это, конечно, тоже вариант, но, мне кажется, не совсем удачный, потому что люди будут воспринимать этот тренинг не так открыто и подчеркнуть из него не так много, как хотелось бы в итоге. Поэтому мы продаем этот продукт внутри компании, в первую очередь. Настраиваем коммуникации, ищем единомышленников, ну и так далее. То есть, собственно говоря, это просто название того же самого маркетинга, но который направлен внутрь бизнеса, на работу с внутренним персоналом, на работу с местом продажи, с ценообразованием. Ценой, конечно, здесь могут выступать не столько деньги, хотя мотивация в деньгах тоже играет немаловажную роль, но ценой могут выступать отношения внутри компании, между персоналом, между отделами и так далее. Ну, это очень коротко, но что не нужно делать в мире без рекламы, это уж точно не нужно искать фишки. До сих пор очень часто встречается такой персонаж, который нашел свою нишу, в одном из бизнесов нашел нишу, настроил там работу, и вот у него, значит, проблема повысить оборот. И вот я могу, вот это делаю, я умею, мне хочется, чтобы было больше. Давайте найдем какую-то фишку, что-то применим, чтобы было всего больше людей и так далее. Вот это делать не нужно. Вот это давайте сделаем убойную рекламу, и компании, которые занимаются, у которых основной бизнес-процесс – это холодные обзвоны различные, вот у них это трансформируется в такую форму, как давайте наймем гения по телефонным продажам, и он нам будет продавать снег эскимосом или лодки, вечерние лодки по пакуасам в пустыне. Это не совсем удачный подход. Ни того, ни другого не существует, и ни фишки какой-то рекламные, которая может что-то сделать, ни такого гения по продажам, тоже не существует. И, собственно говоря, регулярно просматривая… Есть такое хобби, я регулярно хожу на собеседование в разные компании, не для того, чтобы устроиться на работу, а для того, чтобы понять, чем эти компании дышат, как у них настроен маркетинг, и имеет ли вообще смысл там работать на тех позициях, которые они пытаются закрыть. И очень часто встречается такое вот объявление, как нам нужен активный менеджер по активным продажам, и мы даже дадим ему полутеплую базу клиентов. Ну, это очень смешная конструкция. Это говорит, скорее всего, о том, что такие компании уже вычерпали свою нишу, они столкнулись с ограничениями в своем росте в силу разных причин. В первую очередь, это амбиции руководства или владельцев. И подобными приглашениями они просто пытаются каким-то образом удержаться на плаву, но не более. Ну, так продолжим. Значит, что же все-таки нам делать, если мы вот эти вот три, вернусь, три пункта мы прошли, то есть мы работаем с теми клиентами, которые у нас есть, мы развиваем сарафанное радио, так называемое, мы пытаемся построить свою работу таким образом, чтобы наши клиенты, наши покупатели о нас говорили больше и лучше, чем нам бы, может быть, даже хотелось. Мы, может быть, не сможем обеспечить рынок или всех потребителей своими услугами, но, конечно, было бы приятно, если бы в мою парикмахерскую стояла очередь с утра до вечера, а конкуренты бы задыхались от злобы и делали бы убойную рекламу. Но вот, тем не менее, это нужно делать, и на третье – это персонал и место продажи. Так, о чем же мы будем говорить дальше? Вот эта чудесная сказка, в которой Чеширский кот разговаривает с Алисой, я надеюсь, вы все знаете, помните, вот этот диалог и очень часто употребляют в различных контекстах. Но для нас он непосредственно важен последней фразой кота, куда идти. Если ты куда-нибудь хочешь попасть, то ты попадешь, но будешь идти очень-очень долго. Нам нужно решить, куда мы должны прийти, какая наша конечная цель. Очень спорный вопрос, вот куда идем. Для меня лично, ну не только для меня, для многих, для многих очень важный вопрос – это доля рынка. Тема неоднозначная, она имеет как свои плюсы, так и свои минусы, но, тем не менее, малого бизнеса тема доля рынка также важна. Она, во-первых, показывает нам ту цель, то место, куда мы все-таки должны стремиться. Может быть, это будет недостижимо в силу ограничений по ресурсам и так далее. Но из этих цифр, из этих графиков можно подчеркнуть очень много интересного. Я сейчас расскажу. Ну и, конечно, замечание. Чем выше доля рынка, тем выше рентабельность инвестиций. Это нужно забывать. Я сейчас не помню статистику, но при доле рынка от 0 до 15% рентабельность инвестиций составляет до 15% и выше. А, для примера, при доле рынка от 30% уже более 35% рентабельность инвестиций. То есть, в два раза практически вы можете получать денег на тех же самых продуктах, на тех же самых услугах, если у вас будет большая доля рынка. Но, как ее считать, я рассказывать не буду. Я покажу вам просто вот на одном примере, каким образом можно с ней работать. Конечно, считать ее не нужно. Если вы понимаете, что вы занимаете там 0,001 миллионную процента, смысла высчитывать эту долю рынка нет. Достаточно будет взять из своей ниши, где выработать какие-то открытые данные, которые достаточно легко можно найти. Не везде, правда, не по всем, но иногда можно по косвенным каким-то рынкам понять. Так что, вот пример, он тоже для примера. Это старые данные, первая попавшаяся картинка, но для наших целей это достаточно. Что мы видим? Мы видим, что вот из пяти компаний каталожной торговли, причем это имеется в виду не только торговля через интернет-магазин, но это почтовые каталоги. Мы видим, что из всех пяти компаний, которые в общей сложности занимают всего-навсего 34% всего рынка. Все остальные другие, куда, например, входит и наша компания, занимают 66%. Конечно же, лидеры рынка, там, от Групп или и Фраше, они будут бороться, конечно, в первую очередь за эти другие 66%. Но также в этих самых других находятся не только наши, но находятся еще и другие, с которыми мы можем конкурировать, смотреть на эти компании. А вот оставшиеся пять лидеров – это наши маяки. Мы должны присматриваться к ним, что они делают, как они делают, какие коммуникации используют, какие шаги предпринимают, и учиться у них, у лидеров, и переносить это в свой вот этот 66% кусок, и пытаться с соседними компаниями, которые такие же небольшие, как и наши, в первую очередь, поглощать их, забирать бизнес у них, забирать у них клиентов, и вполне возможно, что мы подрастем спустя несколько лет, года, может быть, 2-3. Я просто сейчас вспоминаю сразу Ламот-магазин, интернет-магазин, который поначалу терпел очень существенные убытки, был проблематичный маркетинг у них, но до тех пор, пока немецкие владельцы не разогнали там маркетологов, и просто не в приказном порядке, туда внесли модель, модель Амазона, просто копию бизнес-модели, и копию маркетинговых коммуникаций, и прекрасно компания выправила свою ситуацию, и занимает в одежном ритейле, интернет-ритейле, достаточно хорошую долю рынка. Итак, значит, что мы и того имеем в доле рынка? Мы должны смотреть вот на эти, на самый большой кусок, где множество компаний толкутся, мы будем бороться с ними, мы будем конкурировать с ними, но ориентироваться, конечно, на лидеров, на маяков. Что я хочу обратить внимание, вот здесь, в данной диаграмме, не очень корректно, это то, что это компании каталожной торговли, обратите внимание, то есть они, например, оптогруппы – это одежный ритейл, а не фравше – это натуральная косметика и книжный магазин. То есть, если вы будете смотреть свои компании, свои ниши, вам нужно, конечно, будет сделать сегментацию непосредственно в той нише, в которой вы работаете. Ну, здесь, я надеюсь, понятно. Продолжаем. Главным вопросом, конечно, остается целевая аудитория, так называемые лиды, которые существуют. Но мы сейчас об этом поговорим. Что такое лид? Целевая аудитория – это некая совокупность людей, которые проявляют какую-либо обратную реакцию на наши коммуникации. Слава Богу, реклама у нас не запрещена, в том числе интернет-маркетинг, интернет-реклама, и вся флэра, и наружная реклама, как в Сан-Паулу, тоже не запрещены. Поэтому мы будем проводить небольшие какие-то акции, проведя которые, мы будем оценивать, как те или иные люди реагируют на наши коммуникации, что мы получаем. Не нужно проводить какие-то огромные компании, это должны быть очень маленькие, очень низкобюджетные, очень простые. Какие конкретно? Ну, об этом тоже очень много написано, разных тонн и книг, те же самые элементарные какие-то флэра. Но я могу просто привести пример. Просто сейчас вспомнилось, с чего началась сеть Пицца-Хат. Это владелец небольшой пиццерии в Австралии, по-моему, она оттуда родом. Страдал от отсутствия покупателей, и, почесывая свое небритое лицо, просто написал объявление на входе, что вы, дорогие мои сограждане, идете на работу, придите, вырвите оттуда из желтых страниц страницы, на которых написаны телефоны пиццерий или кафешек, принесите их мне, я вас угощу пиццей бесплатно. Вот это такая вот рекламная акция, которую он сделал от отчаяния, собственно говоря, и дала очень мощный толчок к развитию самого бренда Пицца-Хат. Это первая такая, первая флайерная, наверное, компания, которая была, наверное, зафиксирована на таком вот уровне интересном. Итак, вернемся к нашим вопросам. Наша целевая аудитория – это люди, которые объединены тремя вещами. У них есть общие интересы, общие потребности и общие задачи. Но еще самое главное, что у них должно быть – это общее время, когда они хотят совершить то или иное действие. Вот об этих вещах нужно всегда помнить. Нам неинтересны люди, которые хотят купить что-то через год. Нам интересны люди, которые хотят купить, допустим, завтра либо через неделю. Вот когда у нас есть эта аудитория, объединенная еще понятием время, это уже для нас представляет, конечно, лид. Вот здесь вот это очень главная такая воронка, которая показывает, насколько этот потребитель становится, когда он становится квалифицированным лидом, когда с ним можно работать и предлагать ему уже непосредственно наши решения и наш продукт. Это время, как я уже говорил, потребность, и, конечно же, у него должны быть деньги, чтобы это все платить. тратить время в малом бизнесе на клиентов, которые, может быть, когда-то получат какую-то зарплату и тогда придут к нам за покупкой, я думаю, не стоит. Хотя есть, конечно, такой момент, мы все прекрасно понимаем, когда в таких числах выплачивается зарплата и к этому времени нужно, конечно же, готовить свое предложение. То есть это уже называется технология перевести потенциального клиента в активный покупатель. Вот. Что еще? Что еще? Что еще важно, особенно в нашем сером будничном существовании, это праздники. Это праздники. Как правило, на праздники люди тратят деньги больше, чем в будни или в обычные дни. А праздников у нас, конечно, очень много, но мы можем еще это количество праздников и увеличить. Практически начало каждого месяца это праздник. Каждая пятница это тоже своеобразный праздник. какие-то даты такие как первое сентября я уже не вспоминаю. Это не только для школьников или для детей какие-то распродажи устраивать, но это можно использовать и для любых других каких-то продаж для других продуктов. И очень важно очень важно также не забывать о том, что вот эти праздники, особенно если они какие-то большие, крупные, что не в один день, чтобы люди к нам пришли, чтобы у нас не возникла очередь. Давайте начнем заранее готовиться к этому самому празднику. какую-то часть клиентов можно дня за три, за четыре, за пять пригласить в компанию или предложить им купить продукт. И это тоже очень такой ход уже тактический, как нам вот этот квалифицированный лид обработать и чтобы он потратил деньги у нас. Ну вот здесь на этой вот схемке вернусь еще раз назад, обращу внимание вот время, вот об этом времени мы сейчас и поговорим. Как правило, ну вот статистика она немножко корявая, вот я имею ввиду 10-40-50 процентов, ну плюс-минус статистическая параллельность она все-таки достаточно адекватная ситуация, но вы можете по своим продажам проверить, насколько это все соответствует. вот 10 процентов потребителей из наших целевой аудитории это те люди, которым нужно было купить вчера. Прибегает в магазин мужик, мне нужно сверло, я дома сверлю дырки, мне вот срочно нужно сверло, сколько стоит, вот столько, давайте два. Вот это вот вчера, вот у него надо. На этих людей этих людей не нужно обращать много внимания, потому что они спонтанные покупатели, но это самые дорогие продажи, они не торгуются, они берут то, что им надо. Примерно 40% покупателей это те, которым нужно сегодня. но они в принципе все устраивает, но они могут купить и, например, мы пойдем в другой магазин, соседний посмотрим, сколько это стоит там. Вот на эту категорию здесь, конечно, продавцы должны обращать очень усиленное внимание, использовать весь свой арсенал убеждений, всю аргументацию для того, чтобы он купил или оставил деньги именно в вашей компании, а не у конкурентов. И 50% вот это как раз самые те самые лиды, которые нас должны очень сильно интересовать. Вот это вот самое тогда-то для B2C это примерно 3 дня, плюс-минус 3 дня, ну в итоге 6 дней. За 6 дней мы должны если тогда-то да, мне все устраивает, ну вот мне срочно не нужно, я подумаю, может быть, это вот тогда-то, они не уверены, что вот они придут, и в итоге, в итоге он купит как бы в первом попавшемся магазине, когда у него либо придет вот этот самый вчера, когда вот оно стукнет, он перейдет в категорию вчера, поэтому вот эти 50% нам нужно понимать, пришел человек, мне нужно тогда-то, нам нужны его контакты, чтобы примерно в это когда-то установить ряд касаний, когда мы с ним коммуницируем, зная, что в течение 6 дней он это когда-то, когда-то переведет либо в сегодня, либо во вчера, чем если мы его оставляем без внимания, соответственно, мы его теряем, а это все 50% это немаловажно. Вот я надеюсь, вопрос, когда и с этой диаграммкой понятно, каким образом устанавливать контакты, какие точки контакта, об этом мы тоже сейчас говорить не будем, эта тема выходит за рамки, это уже рекламные инструменты, инструменты интернет-маркетинга, и как перевести, как получить там e-mail или номер телефона, это тоже выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Об этом вы можете, например, у компании Комплита, у них есть хороший курс интернет-маркетинга бесплатный, вы можете у них там все посмотреть, как все настроить. Я думаю, что сами должны ориентироваться в интернет-маркетинге. Итак, значит, потребитель, который находится в категории тогда-то, это вот тот лид, который нам нужно работать, который нам нужно доводить до этапа совершения сделки. Важно не забывать, что на всем этапе, когда наш потенциальный элит переходит в активного покупателя, что каждый конкретный маркетинг инструмент решает одну конкретную задачу в один конкретный момент времени. Нельзя на него сразу обрушивать все коммуникации нельзя затягивать и от топора ждать то, что он распилит бревно вдоль без сучка и задоринки, как говорится. Каждому инструменту свое место и время. посмотрим теперь на тот инструмент, который приводит нас к интеграции маркетинга в продаже или наоборот продаже с маркетингом. Воронка продаж. Здесь пример. Даже в B2C тоже существуют воронки продаж. В классическом варианте это, конечно, модель AIDA, но она очень схематично дает основное видение воронки продаж, но в каждой компании, на каждом рынке, в каждой нише она своя. И она не состоит из 4-5-6 шагов. Она, конечно, гораздо глубже и чем сложнее продукт, чем сложнее услуга, чем сложнее рынок, тем воронка продаж, конечно, будет больше. Значит, наша задача на этом этапе это эту воронку продаж, которая существует у вас, ее описать максимально подробно. Я не стал этого делать, потому что это получится огромная простыня даже вот для такой воронки продаж. Это воронки продаж для компании IT-интегратора. Но она тоже не самая свежая, тем не менее. Значит, что мы делаем? Мы эту табличку, мы эту воронку продаж разворачиваем в другую сторону и делаем вот такую вот табличку, где мы пишем этапы, результат от этого этапа, этап воронки продаж имеется в виду. Мы пишем результат, который мы должны получить от реализации этого этапа и в последнем, в последней графе это инструмент. Мы подбираем маркетинговый инструмент, который нам на этом этапе обеспечивает получение вот этого результата. если у вас в компании вы можете сейчас взять быстренько там прикинуть 5-6 этапов, ну там 3-4, допустим, lead generation, результат это список входящих звонков и кто отвечает. Вот если вы напишите, что отвечает за lead generation продавец, который занимается холодным назвоном, например, вы можете сразу же эту компанию свою закрывать. Продавец всегда, мы должны идти к тому, что продавец у нас, я надеюсь, с этой табличкой все понятно, да, вот эти все этапы мы расписываем, выписываем результаты, которые нам нужны на этапе, я повторяюсь, и подбираем для каждого этапа тот инструмент, который нам обеспечивает достижение этого результата, какую роль играют продавцы, здесь вот мы как раз переходим к тому самому моменту, которое называется обеспечение продаж или поддержка продаж, достаточно сложное словосочетание, но между ними есть огромная разница, если поддержка продаж это у вас на каждом этапе, вернусь назад, на каждом этапе у вас результат обеспечивает продавец, то вы как маркетолог вы занимаетесь поддержкой продаж, а он вас просит мне нужно вот сайт, вы ему делаете сайт, и что там дальше происходит, это проблема продавца, но не ваша, или мне нужны стойки, мне нужен буклет, мне нужна презентация и так далее и тому подобное, то есть вы занимаетесь практически поиском той самой фишки, о которой я говорил в самом начале, она не даст вам и соответственно вы получаете либо падение продаж, либо их стагнацию, либо существование на каком-то низком уровне, естественно в такой ситуации продавцы не держатся, мы получаем текучку, начальство недовольно, бакетолог лишний, не нужен и все возвращается на круги своя, чем отличается обеспечение продаж от от этой модели, которую я только что описал. Она как раз находится здесь, в этой самой табличке. Когда маркетолог или специалист по маркетингу, или владелец компании, неважно кто, когда он делает вот такую таблицу, вот этот инструмент использует, где он пытается правдами и неправдами заменить в строке инструмент слово продавец, то есть каким образом мы будем добиваться результата, на какой-либо другой инструмент из арсенала маркетинга. Вот тогда вы будете заниматься тем, что маркетинг будет обеспечивать работу продаж. Я надеюсь тоже правильно я вот это все сформулировал понятно. Кроме того, конечно, же тем не менее, как я уже говорил, рассказывал эту историю про Калитона, его книжку «Механика и технологии торговли». Вспомню, как она называется. Это маркетинг, он появился как ответ компаний на возрастающую конкуренцию. Если мы вспомним вот эту американскую экономическую историю, там очень тяжелое тоже развитие проходила страна, в экономике, тресты, монополизация и так далее. Тем не менее, продавцы, в малом бизнесе, как правило, все занимаются продажами, даже если нету выделенного маркетолога. Нам, тем не менее, нужны какие-то факты о компании, факты о рынке, на котором мы работаем, факты, чем мы занимаемся, куда мы хотим идти, каковы наши цели, они должны быть описаны. Мы не просто должны интуитивно понимать, нам нужно все-таки быть в виде каких-то документов, в виде каких-то презентаций, чтобы нам самим вместе с той самой таблицей, о которой я говорил выше, чтобы нам можно было в любой момент заменить ушедшего продавца любым другим, чтобы он быстро вошел в нашу компанию, влился в наш коллектив. И ничто так не стимулирует, конечно, как принадлежность к чему-то, что имеет будущее, и то, что у нас должно быть впереди, мы должны к чему-то идти вместе. Вот такие вопросы, в том числе ключевые стратегические вопросы, чем предложение конкурентов лучше. Как правило, о конкурентах, вот эта ситуация, я сейчас покажу. Здесь вы прочитаете потом сами критерии, откуда найти критерии качественного лида, эти вопросы. Вот такая ситуация, когда вы приходите к клиенту, B2B, это очень часто встречается, приходите к клиенту с каким-то своим предложением, он, ваш клиент, вы потенциальный клиент, он знает о ваших конкурентах больше, чем вы. И он вам просто, вы не можете возразить ему ничего, вы не сможете ничего не продать, потому что он просто больше знает о рынке, чем вы. Здесь, конечно, нужно использовать матрицу конкурентов, все это нужно делать, это делает работа космокетолога. Ну, что ж, подведу небольшой итог, напоминаю, что каждый конкретный маркетинг инструмент решает одну конкретную задачу в конкретный момент времени. Например, сайт, он может только два раза использоваться, он может использоваться в процессе лидогенерации, то есть на первом этапе, и он может использоваться в самом низу воронки продаж, когда вы уже занимаетесь, когда уже клиент ваш, у вас уже с ним контракт, я прошу прощения, он уже у вас что-то покупает, вам нужно его поднять, развить свои отношения, предложить ему другой продукт, то есть вы начинаете некий этап продажи с самого начала, вот тогда у вас тоже вступает в работу сайт. А между первым этапом и последним, это уже последний, как бы нулевой последний, когда сделка закрыта, вы начинаете заново эту работу с клиентом, на всем этом протяжении вот этой воронки продаж у вас сайта больше просто не должно быть. Тоже бывает такой соблазн, давайте продавец и сайт у нас будет отвечать в нашей табличке за достижение того результата на этом этапе. Это тоже ошибка очень большая. Сайт только регенерация и сайт это развитие клиентов. Может быть в том числе там смн допустим, работа в социальных сетях, блогах и так далее. Это все туда. Это уже когда клиент ваш теплый, вам нужно просто доить. Продавать ему дороже, продавать ему больше и вспоминаем мир без рекламы, чтобы он в вас влюбился настолько, чтобы он привел еще и своих партнеров по бизнесу или своих контрагентов тоже в вашу компанию. Это вот все туда. Второе. Цель маркетинга это максимально заменить менеджера по продаже и облегчить ему работу, чтобы он больше продавал и занимался ерундой по холодным звонкам. Соответственно, менеджер по продаже будет получать больше процентов по закрытым сделкам. Всем будет хорошо, у всех будет премия. И вот этот инструмент, когда вы разгребаете всю свою воронку продаж, детализируете максимально, подбираете инструментарий маркетинговый пробуете, проводите небольшие эксперименты и в итоге, конечно, вы приходите к тому самому моменту, когда маркетинг у вас в себя органично впитывает весь отдел продаж и практически продажами занимается только маркетолог. Для продавца остаются технические какие-то работы, приехать на переговоры, тоже немаловажные сложные моменты, переговорные процессы. Пусть он лучше занимается переговорами и закрытием сделок, нежели какими-то другими вещами. Итак, как мы заполняем табличку? Мы выписываем через запятую все инструменты маркетинга, которые вы используете, которые вы можете использовать, которые вам доступны и распределяем их по всем этапам ваших продаж. Я уже неоднократно сказал, что если у вас везде инструменты продавец или сайт, то у вас не будет продаж. Рано или поздно все это дело накроется медным тазом. И, конечно же, одна цель, один инструмент, одно действие. Это правило, оно действует всегда и везде. Ну, что ж, я могу еще предлагать органическое продолжение нашего сегодняшнего разговора. 19 мая будет такой же небольшой вебинар, где я хотел бы рассказать о том уже, как сделать инструменты для продажников непосредственно уже это сборник фактов о продукте, чтобы облегчить ему переговорный процесс. Справочник по работе с возражениями это интеллектуальные знания, являются для фирмы неценовым конкурентным преимуществом, потому что их невозможно скопировать. И корпоративная книга по эффективным переговорам, где компания формализует тоже свои умения и навыки и развивает, причем их в продажниках, в менеджерах по продажам, в макетологах, у тех людей, которые непосредственно работают с клиентами. причем это все как бы без привлечения сторонних специалистов, тренеров и так далее. Особенно это актуально для малого бизнеса, где волка ноги кормят и бюджеты достаточно ограничены. Поэтому welcome, приходите. Ну, наверное, все. Ответы на вопросы, как я уже сказал, либо вот на электронную почту, пожалуйста, пишите, с удовольствием отвечу, поотвечаю. И на форум Marketing People там можете создать тему и сказать, вот был такой-то вебинар, я вот кто-то это не согласен и ерунду ты там наговорил, давайте разбираться. Тоже отвечу, буду рад. Наверное, все. А у нас есть еще, у нас есть, оказывается, слушатели, здравствуйте, Андрей, Елена, я думал, что в записи все это получится. Не обратил внимания, что тут оказывается народ помог. Да, Лена, я надеюсь, вы еще раз, презентацию вы, конечно, получите, надеюсь, Юлия Борисовна отправит, там есть мой адрес электронной почты, можете писать, отвечу всегда, или на форум какие-то вопросы. Может быть, я как бы ожидалось не то, о чем я говорил, но я думаю, по крайней мере, есть о чем поговорить, подумать. Ну, да, у меня есть еще минут десять, если сейчас какой-то вопрос есть, я могу сразу же в онлайн его отвезти. Спасибо вам, что пришли. Елена, да, информация больше к размышлениям, на самом деле, на самом деле, за час, чуть меньше, чем за час, за час очень сложно дать какую-то развернутую, мне надеюсь, поможет. Ну, в общем, адрес есть, презентацию получите, на форуме меня. Лена, презентация все написано, если где-то отмечайте, пока сейчас по свежей памяти, какие-то моменты, просто тезис напишите и сразу мне письмо на почту и да, и вот Юлия Борисовна.